Уборка городских дорог минувшей зимой запомнится как тем, кто наблюдал за этим со стороны, так и тем, кто собственно и занимался этим делом. Удовольствия от этой работы не получили ни те, ни другие. Горожане с изрядной чистотой жаловались на порчу авто из-за такой очистки. Никакая очистка дорог. На трассе лучше ехать. За машину не переживаешь? За колеса переживаю, за машину переживаю, за все переживаю. Как вам вообще ездить по городу? Невозможно. Ну, во-первых, подвеска. Это износ не на 100%, даже на 200 идет. Ну, сами понимаете, плюс. Даже рейденты не светуют. А вот сами работники благоустройства, которые и проводили уборку трасс, изрядно понервничали из-за несвоевременной оплаты работы. Хотя учредитель компании, депутат и предприниматель городского совета Геннадий Сапожников, божился и клялся практически перед всем городом, что его сотрудники деньги всегда получают исправно. И все вовремя получили зарплату. Никаких проблем. Дальше вы говорите, что зимнее содержание. Ну, плохо вообще там народ. И опять же народ был. 120 человек. И все они получили зарплату. Я его содержу. И он у меня работает. Я как предприниматель, я содержу этот народ. Ни одно заявление поступило в прокуратуру. Однако, как выяснилось позже, слова народного избранника оказались фикцией. Поскольку расчет сотрудниками Геннадий Сапожников произвел только на бумаге. Это подтвердила и проверка городской прокуратуры. По выявленным нарушениям прокурор города вынес постановление, предусмотренной частью 2 статьи 5.27 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Материалы проверки направлены для рассмотрения по существу суд. Кроме того, прокурор город направил заявление о вынесении судебных приказов с требованием о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платой. На устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города Невсекамска. Какое решение примет суд, станет ясно уже совсем скоро. Однако, несмотря на то, какой будет вынесен вердикт, вызывает опасение один факт. Зимой этого года уборка городских улиц вновь будет возложена на благоустройство. Тендер на этот вид работ уже разыгран. Но как будет работать предприятие, теперь совершенно не ясно. Лариса Миронова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».